И чё надо? Я жду одного человека. Пошла вон отсюда. Он мой. Он наш. На сцене театр Самарская площадь – премьера спектакля фанатки по пьесе Родиона Белецкого. Мир трёх девушек наполнен только музыкой и любовью к одному мужчине – музыканту Юрию Космонавту. Роль главной героини постановки – Светлану – играет молодая актриса Ксения Дубник. Девушка признаётся, что в обычной жизни никогда не была ничьей фанаткой, если только в раннем детстве. Такого бешеного фанатизма у меня лично как-то у человека нет. У меня есть какое-то уважение, действительно я признаю, какая большая работа у человека проделана. Но чтобы вот с таким сумасшествием где-то стоять около подъездов, выпрашивать номера, звонить, доставать – такого во мне лично не было. Премьера спектакля фанатки состоялась в день рождения театра Самарская площадь. 13 декабря ему исполнилось 36 лет. Наш театр родился в 87-м году и практически сразу же начались 90-е. И вот премьера – это 90-е. Это такой ностальжи для взрослых. Но в первую очередь спектакль адресован, конечно же, молодежи и играют у нас молодые актеры. В зрительном зале «Аншлаг». Перед началом спектакля основатель и художественный руководитель театра Евгений Дробышев рассказал о том, как подбирал музыкальное сопровождение постановки. Впервые игру актеров Самарской площади сопровождала рок-музыка. Я искал группы, которых никто не знает. И я всех начинал спрашивать, вы знаете вот эту группу? Нет, не знаю. А вот эту? Нет, не знаю. Ура! Все, беру. Премьерные показы спектакля «Фанатки» в декабре пройдут 14, 15 и 27 числа. Не исключено, что у этой постановки впереди долгая жизнь. Ведь в репертуаре театра «Самарская площадь» есть спектакли, которые играются на сцене. И по 25-30 лет. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. Продолжение следует...